Доброго времени, студок! Студия RUHUB с вами на связи. Это Intel Extreme Assistant 2019 года. Ваш хост Андрей Нишарат и мои великолепнейшие аналитики, которые будут, наверное, рады для вас проанализировать быстрые встречи. Все-таки начинаем мы с матчапа Liquid M.A.B.R. Ну что, Герман Громшки и Олег Мингот, доброе утро, Иван. Минготшки. Громшки. Громшки. Переводим на новый старый лад. Да. Все круто, все классно. Что, немножко про вчера? Про вчера, да, поговорим? Давайте про вчера, да. Про вчера. Вообще, все забылось, кроме одного. Это матч. Ой, Низи в пижамах. Ну да, почти. Только Низи в пижамах там действительно в пижамах, а Фнатики уже рядом с ареной где-то находятся. Поэтому очень интересно. На ними сегодня будет посмотреть. Но опять же, вот эти допы на этих картах, я не знаю. Фнатики. Я не ждал, если честно, от них настолько хорошей игры. Там Костя Ленин на них прям всей душой и так далее. Все круто было. Но Бролан, во-первых, очень сильно порадовал индивидуально. Это Джей Ви, Джей Ви более стабильный стал. Фнатики вчера все включились. Но все равно, с какой-то стороны, казалось, что ИНП смотрится поувереннее. Ну, вообще да. Вообще да. Но по факту, Фнатики побежали за встречу. Какой итог? Какой итог тогда? Ты можешь подвести. Все-таки Фнатикам придется с Венисенаджи встретиться. Ну, вот, слушай, здесь вот как раз-таки Эннерджи, как по мне, явный фаворит в этом матче. Ну, я сразу с тобой. То есть здесь вот 2-0, скорее всего, мы это увидим. Но это ладно, мы не будем к этому конкретно прямо сейчас приходить. Это так, отсылка наперед. Вот. Ну, первый матч. Мибор, Ликвид. Мибор, вот, опять же, это вот слишком интересная команда. Вот, чтобы ее сейчас как раз-таки очень... Ее надо обсудить. И обсуждать ее можно долго-долго и тщательно. Касаемо Фелпса, да, касаемо формы сумасшедшей сейчас Колдзиры, касаемо Фоллона, касаемо Тако и так далее. И тем более матч носит принципиальный характер именно для Тако. Потому что это бывшая его команда. Да. То есть не так давно он из нее ушел, буквально полтора-два месяца. Вопросик есть, кстати, на Фелпса. Тебе как вообще его в целом форма? Потому что я до сих пор рассчитаю, что Фелпс обратно в ММАБР это не то, что нужно бразильцам. И это было вчера видно в противостоянии, как минимум, на карте Демираж. Потому что то, как постоянно Фелпс занимал яму и умирал в этой позиции, для меня до сих пор вопрос, почему Фоллона именно таким образом управлял. Олег, что скажешь? Ну, это, скорее всего, позиция, которая была занята, наверное, самим Фелпсом. Поскольку вы еще в старом составе, еще в будущем в команде СК Гейминг, к Фелпсу не находилось места. И об этом очень многое заявляли. То, что стилистика Фелпса нам не подходит. Поэтому просим вас уйти. А сейчас нашлось? А сейчас у них новая стратегия. Сейчас у них новая разработка всего того, что произошло вообще. Они переосмыслили то, как им нужно действовать. У них было много времени для тренировки. Я думаю, что они как раз-таки подобрали подход к тому, как нужно сейчас работать. И нашли такие вот для Фелпса ту самую работу. Возможно, не совсем удобная позиция для него, но больше там стоять, видимо, некому. Ну, победа во вчерашнем матчапе Гейминг с Моуспорс счетом 2-0, это доказало, что да, действительно, у миборов... Ну, сейчас есть проблема, но они собрали раму. Это есть проблема у команды Моуспорс. А, ну это тоже верно. Да, потому что если бы они не совершали этих ошибок, не отдавали клачи, которых было 3 или 4 для команды Мибор, 1 в 3, 1 в 4, ничего подобного не было, мы бы ввели хотя бы 3 карты. Может быть, победу команды Мибор, но 3 карты. И свой Демираж команда Моуспорс была обязана забирать. Но клачи от Фоллина и Колдзеры, это просто что-то сумасшествие. И Фер тоже отлично отработал, он, по-моему, был фраг-лидером на карте Демираж, поэтому здесь конкретно неопытность, вот как стака именно, как команды, команда Моуспорс, самая по себе, и очевидная победа Мибор, которая тренировалась довольно долго по времени. У нас уже есть мап-вета для этого матчапа, но и потом вернемся к команде Ликвид и групповой стадии, само собой разумеется. Минус даст 2 от Мибров. Интересное решение, опять же таки, учитывая то, что Ликвиды неплохо сейчас попадают, и вообще, наверное, многие бы сказали, что для Ликвид эта карта будет лучшим раскладом против ММИБР в данной ситуации, но ее убирают сразу же. Да у них там, они могут взять нюк. Те же самые Ликвиды могут взять нюк, которые у них гораздо лучше. Но при этом Мибор на этом турнире удивили нюком. Они кого не удивили? Меня удивили. И все. Тут что ни пикни, команда Мибор, это все практически играет своего команды Ликвид. Очень-очень похожие команды, да. Мираж, нюк, плюс Мираж. Ну, собственно говоря, Мираж, нюк, Инферно. Инферно, мне вообще кажется, будет избиение, если Ликвид его сейчас... А будет ли? Потому что нюк от Ликвид. Нет, нюк это... Пока все идет так, как именно по очередности получилось. Мираж, нюк, ну и что, десайдер Инферно, вроде по всему. Нет, Инферно вряд ли будут играть против Мибор. Будет играть Оверпасс, чекайте, я уверен. Ну, окей. Потому что Оверпасс... Нет, Оверпасс довольно сильный у ребят, но тут решают Мибор, по всей видимости, для них... Минус Инферно, плюс Оверпасс, чекайте. Ну, да, против Ликвидов здесь действительно нужно убирать Инферно. Это более чем логичное решение. Тут даже не в этом дело. Просто хороший Оверпасс у команды Мибор. Намного лучше, чем Инферно. Да, тут, наверное, даже, знаешь, давайте вернемся к групповой стадии. Подговорим о Ликвид. Как вам вообще Ликвид на этом турнире? Потому что мы вот все говорим о Мибор, а про Ликвид слова не сказали. На мой взгляд, у них сейчас есть свои проблемы, и Нитр говорит, что у них есть проблемы с финальной стадией. Возможно, этот полуфинал они могут проиграть. Тут, на самом деле, насчет Ликвид особо нечего сказать. Не было сильных оппонентов, чтобы их проблемы стали явью. Но Нитр о них сам говорит, понимаешь? Он сам о них говорит, даже если они не раскрывались. Ну, а мы не можем говорить за их проблемой, потому что мы не знаем, что творится внутри команды. Хорошо, если он говорит их. Хорошо, он нам дает, так скажем, наш хлеб. Повод задуматься. Повод задуматься, да. Но вот относительно того, что мы видели, нельзя сказать, что у Ликвид прям супер что-то не так. Они идут. Здесь нету Нинави, нету Астралисов. То есть, да, ну, не совсем клевый Маус Спортс. Нипы немножко, да, вот, ну, не порадовали. Так что здесь для Ликвид по-прежнему, это, как по мне, самый явный претендент на титул чемпиона Intel X3 Master Sydney. Ну, 50-50 прям-то слишком, как по мне, завышаешь именно это. Это мое личное мнение. Давайте просто оттолкнемся от ваших предиктов, потому что, насколько я понимаю, 30 секунд, это уже, наверное, до старта матчапа. Нет, это для выхода команды. Ну, тогда просто давайте попредиктим. Все-таки три карты мы уже знаем. Что у нас так? Первый у нас... Мираж. Нюк точно за Ликвидом, это даже не обговаривается. На 100% это одна карта перманентная, как для Астралис, это вот ДНюк для Ликвид. Да, и, кстати, вот по поводу Миража, если Мибер не покажет свою лучшую игру, если помнишь, они же, по-моему, смотрели тоже Мибров на Мираже, и мы еще поражались, почему они выходят, никто не дает ни молики, ни смоки на КТ, и ни молики под... Это Фрафнатик. Это Фрафнатик, да, у нас был? Фнатик Мибер играли же. От этого, кстати... Ой, 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 Моу Спорт, Моу Спорт, Моу Спорт. А, да, окей, это тот матч был. Но на самом деле концепция атаки будет такова же, примерно. Они очень любят заходить на Аплэнт, очень редко они ходят под бейслиф, он там, дай бог, отстрелит кого-то, то окей. Но если, опять же, Мибры будут выходить из ямы и не давать дефолт на вот эти молики, не видя соперника на радаре... Очень слабая атака, согласен. Вот, то есть, да, вот очень важно, как начнут Мибры за атаку. Единственный шанс их побед в этом БУ-3 выиграть первую... Больше девяти раундов за атаку. Не-не, именно вот выиграть Мираж, неважно, сколько там раундов, главное, чтобы они выиграли его. Потому что на нюке, честно, я вообще не верю в Мибр. Вот вообще, от слова совсем. То есть, ты выходишь на счет 2-1 или 2-0? Да-да-да, либо 2-0 ликвида, либо 2-1 вот кто-то из уже. Олежа. Очень тяжело. Да, вот мы, кстати, вот и затронули тему того, что Тако будет принципиально сражаться с командой, или это его бывшая команда, также с Ютеке был не так давно в команде Мибр. И я не думаю, что ребята плохо расстались, чтобы там был какой-то лютый замес, типа, сейчас я вам покажу, как нужно играть в Counter-Strike. А слаб тренером? Это отдельная ситуация. Должен быть тренера угнали из ликвидов. Ничего, такое бывает. Да, это, наверное, большой бус, потому что тренер знает, как играет та самая команда. Знал. Ну, знал. Нет, слушай, ну там не поменяется все настолько глобально, разве что индивидальные стратегии под команду, поэтому... Ну, дополнительные фишки, да. Ну, давайте говорить предельно честно, КС не дота, в том плане, чтобы поменять все слишком глобально. Все играют условно 2-1-2-3-1-1. Да, 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 да. Просто где-то концепция раунда в середине меняется, где-то по таймингам, где-то по флешкам, гранатам и так далее. Уместно, индивидуальное исполнение. Совершенно верно. Совершенно верно. Поэтому здесь вот говоришь, вот все, Зевс ушел. Вот скорее даже здесь не то, что Зевс ушел и увел в стратегию. А может быть, оно даже и к лучшему. Да, а то, что Тако ушел. И Тако, это был, ну, наверное, самый важный элемент в механизме команды Liquid. И вот, возможно, именно с его уходом у лошадок начались проблемы. Эх, я не скажу. Мне кажется, что сейчас... Я сказал, возможно. Да, возможно. Liquid'ы сейчас довольно сильная команда. Мы это видели. У них был... Ну, они оступились на власти. Это было видно. То, что фейзы их просто как-то суперморально передавили. И, ну, индивидуально сыграли настолько круто, что было вообще такое сложно представить. А где усы? Ну, сегодня забыл. Он сегодня, понимаешь, он сегодня настроен на победу. Усы и не нужны. Это он тебе, да, типа? Да, да. Он прям в меня смотрел. Ну, опять же таки, команда Mibor вчера показала очень интересный результат, на мой взгляд. То есть, я бы не сказал, что было ожидаемо, что они выбьют Моу Спортс счетом 2-0, но при этом интрига сохранялась с самого конца. Даже Оверпасс окончательно мы не могли отдать Mibor. Прям вот здесь регистрация. Ничего там Колдзер накачался, вообще такая Кабасина ходит. Да, да. Даровен, смотри, хорошее настроение все-таки утро, да. А вот смотри, у него усы есть. А, так подожди. Усы Надежды? Как Черчесова? У Колда и у Зюбса. А у Фоллона ты не видел? И у Фоллона тоже, да. А вот моя команда Team Liquid. Твоя? Да, действительно, молодежь в начале это уже ствоеобразная тенденция. Ты сказал, моя команда? Да, конечно. Не, 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 не послышалось? Я послышал. А, да? А как ты сказал? Я не знаю, что ты сказал. И вот она, команда? Вот, на самом деле я буду болеть за мебров. И ты уже знаешь мою личную миму по поводу этого матчапа. Мне принципиально все равно, кто победит, но хочется болеть за мебров, потому что им пора уже что-то выигрывать, а Liquid'а с меня всегда успеют вырвать. Ну, слушай. А чем форма тебе больше нравится? Форма Liquid'а. А тебе? Мебров. Мебров, знаешь, почему? А мне нравятся твои тарелки. У меня в детстве, когда я занимался футболом, очень много было бразильских футболок. То есть там Роналда, Рональдини. Они тоже такого цвета. Да-да-да. Символика Бразилии. То есть поэтому мне уже цвет приелся, а у Liquid'а он такой более... А теперь еще есть цель в таких же цветах. Как-то вообще теперь уже есть цель приезда. Даже не впечатляет, да, вся эта движуха. Mibro Liquid. Первая карта Mirage. Все еще мы с вами так и не сказали о том, а что Liquid могут показать на Мираже. Про мебров-то мы знаем. Так они Mirage очень давно играют. Liquid'а могут сдуться очень сильно. Есть некоторые товарищи. Вот здесь как по мне во многом все зависит от Кейта Марковича. Если NAV не сделает свою тридцатку условно, ну под тридцать, то Liquid'а здесь... От NAV придется еще и на Веропассе тридцатку у нас. Нет, мы говорим конкретно... Стоп, не забегай вперед. Мы говорим конкретно про Mirage. И здесь я говорю, что важное звено это как раз-таки товарищ NAV. Если от NAV мы здесь не увидим суперстабильной игры, тогда здесь не Adrien не поможет, ну именно тренер команды Adrien тогда уже Adrien, это зарубежный Adrien. Вот, то есть если Кейт не включится, то и СТУ и ТК красавчик. То есть они не помогут. А я с тобой, знаешь, не то чтобы не соглашусь, мне кажется, что очень важный уровень сыграет снайперы команды Liquid, которых там не один человек. Ну да. Но у них нет штатного снайпера как такового. Такого клевого, как Fallen. Нитро... Ну Нитро он штатный, да, но не такой клевый и стабильный. Он не конкретно снайпер, который... Тут геймсенс немножко разные именно у Fallen и у Нитро Fallen. Да неважно. СТУ и ТК тоже может сыграть с АВИКом очень неплохо. Нав нет-нет докатает с АВИКом. Кто там у нас еще есть из более-менее хороших представителей АВП? Кроссавчик? Да СТУ и на самом деле тоже с АВИКом багает. Ну я сказал СТУ и Риккл. Все могут взять АВИК. Да, у них вообще такая стратегия была изначально, то что они могут взять и пять АВП, для них это не будет большой проблемой. Не знаю, насколько они практикуют данную стратегию именно с Адреном. Вот именно что каждый может взять АВП и погонять. Хотя мы такое уже видели, что четыре АВИКа у них точно было и они в зависимости от позиции могут отыгрывать и в окне, и на поплотне. Притом совершенно разные люди это могут делать. Но все же хочется видеть Нитро на этой позиции, чтобы ему было время поговорить, когда он сцелится в скоуп, дать какой-то колл своей команде во время раунда в случае чего. Но остальные уже должны просто отыгрывать. Мы будем часто видеть СТУ и в окне, как не снайпера даже. Он будет контролировать всю эту позицию. Нитро, скорее всего, станет на АПЛЕНТе где-то возле тикетбокса. Нитро будет бегать по А и Б. Не факт. Он больше начал занимать такие уже позиции более сейвово именно за тикетбоксом позиции района где-то вот глубже, чтобы не рисковать. На БПЛЕНТ нет. Скорее всего, там будут свои люди, которые будут принимать. Нужно контролировать данный выход, потому что мы вчера видели от команды МИБР отличные врывы, которые не смогли проконтролировать Моу Спорт, они просто проваливали. Хотя, как там пытался Керриган, потел этими флешками, которые просто в три лица влетают. Керриган врывается, но нет поддержки тиммейтов, к сожалению, толковой. И вот в этом отношении, конечно, МИБР очень здорово вчера выступили. Им повезло. Они смогли этим воспользоваться. Вот этими врывами на БПЛЕНТ. Насчет такой игры против Нитро и компании, я сомневаюсь, что у них такое получится, они такое провернут вообще. Окей. Обсудили мы с вами практически уже все, наверное, касательно первой карты Мираж. Хочется лишь спросить, ждет ли вы третью карту. Ну, здесь опять же, то есть ждать-то ждем. Вопрос в том, теория вероятности, какова она будет в этом матче. Ну, ты уже сказал, что как минимум МИБРАМ нужно забирать Мираж. Иначе будет тяжко. Обязательно вообще никак не будет. Нюк никак МИБРАМ не уйдет. Это все. Ну, слушай, подожди. Давай даже вот немножко отойдем от заданного маршрута. Астрали... Точнее, Ликвит не Астралис. Начнем с этого. Никто не Астралис, кроме Астралис. Ну, то есть, не то я имел в виду. Нет, ну вообще, Ликвит одна из тех команд, которая сейчас действительно может навалять датчанам. Одна из немногих команд. Кого ты еще можешь вспомнить таких вот лютых, которые могут Астралисам навалять? Преддикшн. Вот кроме Аниша. Дэдик Фоллан, Колд Зеро, 16-14. 16-14. Тотал больше. И, ну, давайте для интриги пусть будет МИБР. Друзья, самое время перейти к нашим комментаторам, но до этого мы должны посмотреть на коэффициент нашего партнера при матче, 1-4 на Ликвид, МИБР 2-8. Играют они, побеждаете вы, а наши комментаторы победят для вас на первой карте, ведь будет комментировать это противостояние Sleep Some Vile и Алексей Пчелкин. Спасибо, дорогая аналитика. Спасибо, что для нас, скажем так, уже уяснили и разобрали множество из моментов, а мы с Алексеем попробуем посмотреть действительно в реальности, чем это все закончится. Ну, в данном случае начнется. С вами Sleep Some Vile, с вами Пчелкин. Здравствуйте. Доброе утро, друзья. Спасибо большое, что смотрите нас. Пока ничего абсолютно не ясно. Понятное дело, что вроде как весы перевешиваются в сторону Liquid. Но вот многие хотят, чтобы бразильцы победили, поскольку давно ничего не брали, а команда именитая, команда легенда, и как-то вот непривычно видеть их, ну, не побоюсь этого слова, ни с чем абсолютно за последнее время именно по турнирам. Самое забавное, на самом деле, то, что Аниша сказал очень-очень важные вещи, то, что действительно команда Mibor угнала Азюса. А чтобы вы знали, дорогие друзья, Азюс знает все о Нюке, потому что именно он учил команду Liquid играть до Нюк. Но это будет у нас вторая карта, а не первая. А вот Дамираж, это интересно действительно. Перо и пистолетка. Дорогие друзья, Стюйт ОК на саппорте для своих товарищей, и, соответственно, Fallen вместе с Coldzera здесь уже свои гранаты откидали на Аплент. Ребята вбегают. Молли, кстати говоря, на джангл совершенно неплохой, и лишь уже забирает папу Fallen, но здесь все не так просто, потому что бомба поставлена, и это означает то, что мибры будут играть под нее. 5-4. Проблема с самого начала. Бразильского коллектива, но бомба-то стоит, поэтому тут уже непонятно у кого проблемы, поскольку нужно идти на ретейк, но на ретейк в большинстве без Fallen пока. Фелпс на приемке. Фелпс! Нужно делать еще один килл. К сожалению, нет. 2 в 2 ситуация сохраняется. Пока на равных очень сильно Стюйт проседает. Нитро здесь. Ферр или Стюйт? Один в один ситуация. По Ферр информация есть. Стюйт пытается это дело забайтить, но времени очень мало. Понятное дело, это раунд за мибр, еще и Ферр забирает того самого Стюйт Укей. Да, но 3 хп было у Стюи. Дефюски 3, конечно, были, но этого было, видимо, недостаточно. Зато команда Liquid, как мы видим, сыграла довольно неплохо на пистолетке в плане командной игры, то есть 4 человека сделали по 4 фрага. А вот здесь для мибров звездочка в виде Фернандо Альваренги засияла коэффициенты, дорогие друзья, на первую карту от нашего партнера Париматч. Там было 1,4 на соответственную команду Liquid. Вот я на самом деле бы посмотрел чуть подольше, не спорил бы пока с париматчем, но просто бы посмотрел. Форс от команды Team Liquid, но при этом Стюйт Укей сохранил себе 1500. Выход под B, скорее всего, потому что сюда уже через Апарты направляются вся пятерка коллектива МАБР, Ферр минус нафт, тут и колдзера отрабатывает, Стюйт Укей пока единственный минус со стороны Team Liquid, но и скорее всего будут отходить. Нужно засейвить девайс, потому что есть ЦЗ, есть МПшка и есть Дигл, соответственно, поэтому хотя бы что-то на следующий раунд увести будет совсем-совсем недурственно. Второй раунд уходит также за МАБР, выбрали они такую агрессивную, ну, наверное, манеру, будет так лучше сказать, этой игры с самого-самого начала, понятное дело, пистолетка была быстрая, но и второй раунд долго себя ждать не заставил. Да, МИБРы берут и его, ЖБомба ставится на Б, необходимо засейвить остаточные девайсы команде Liquid для того, чтобы перейти с ними на третий раунд, провести по два дефолтных пистолета, соответственно, этот раунд, ну, или три девайса, желательно три, потому что мы видим то, что МИБРы вообще-то на телевизор сейчас идут мимо Б-дома, и здесь есть варианты, что все-таки один из игроков команды Liquid мог бы отвалиться, но Илиш не палится, а МИБРы, кстати, не идут дальше, не выходят все-таки под потенциальную позицию Илиша, так что все сохранили все свое, все, что было, 0-2. Пока неплохо, и с деньгами у Team Liquid проблема, придется ждать, придется копить те самые денежки, которые у них пока отсутствуют, но вот со следующего раунда уже посмотрим полноценное, вроде как должны здесь отдавать третий раунд МИБР, и без особых проблем бразильцы должны забирать его, а вот уже с полноценного бая Team Liquid будем смотреть, когда Ауки появится, там АВИК появится, в общем, там будет фулл закуп, и это уже интересно, тут Cold Zero первым темпом через шорт проходит, занимает его, Фер, должен тут с Нитро сейчас обменяться любезностями, замечает его, да, уже ликвидируют и проходят дальше под Б базу, и там с шорта открывается еще и Cold Zero, там никого не было Сьюи-Токи, единственный, кто в очередной раз делает минус, Тако, ликвидируют и его, пять в три Cold Zero в магазине. Он хорошо запущил, Cold очень вовремя, прямо в тайминг, Твист потерял большую часть в его ХП, 32 у него остается, но Твист все-таки человек, который действительно умеет стрелять, поэтому Cold теряет себя в этом бою. Три человека остаются у команды MyBR, ребята все-таки попытаются сыграть под бомбу, возможно, кстати, действительно в каком-то полупассивном режиме на удержание времени, и это у них получается, ребята из команды Team Liquid особо никуда не идут, тут видно то, что они встают на позицию экзит-фрагирования, игроков из команды MyBR, если они пойдут под позиции Liquid, но вот под Dunderpass, конечно, пойдут, да, и лишь там находят Габриэля Туледу, но пока что это действительно все, 0-3, дорогие друзья, у нас счет. MyBR довольно неплохо начинают, я бы сказал, то есть три раунда на атаке, это довольно жирно даже в каком-то смысле. Ну, главное, чтобы не остановились на этом, потому что с трешечкой остаться это очень-очень мало, вот наш зал, наша арена, которую показывают, все довольны, праздник Counter-Strike продолжается и будет сегодня, еще нас ждет завтра, гранд-финал, Best of 5, противостояние, вот кто там окажется, мы, соответственно, узнаем с вами из этой и из следующей встречи. Ну что, закуп от коллектива Team Liquid, MP-шка у Лиже остается, 4200 на руках, между прочим, есть АВИК, есть АУГи, есть МК, точнее, один АУГ, две МКи, но вот попробуют именно таким сетапом выиграть первый для себя победный. Ну что ж, посмотрим, да, девайсы, есть у команды Liquid, довольно важный раунд для Liquid, может быть, он именно задаст темп на ближайшие раунды 3-4 или больше, на Fly, находит на окне Фелпса, сбривает его, Жуау здесь не получилось явно с подсадкой, Фер пытается коннектор прострелить через МОГ, не совсем получается, стеует ОК со снайперской винтовкой, и, соответственно, контролирует этот коннектор, неужели Ильиш будет поджимать о ковры, а на самом деле, видимо, будет, СЮТОК как раз-таки забирает Фера, Таков все же справляется с Ильишем, теряет больше часа его ХП, больше половины, Coldzera уже падает, и Питасио и Фолин остаются вдвоем, Coldzera, упал, опять же, Фолин упал, и вот, вот и Питасио, один в четыре, есть, конечно, какие-то деньги у Таков, в том плане, то, что если сейчас отлетит, он отлетает, то, наверное, не супер страшно, раскидает что-нибудь, но Liquid берут, давай с на раунд. Да, первый бай, сразу же проблема у коллектива MBR, отыграли свои позиции, АВИК сделал киллы, потеряли, вроде как, только одного игрока, и, в принципе, особых проблем на первом бай-раунде для коллектива Liquid MBR не составили. Вот теперь посмотрим, что будут делать MBR, поскольку пока не ясно, сколько раундов возьмут за атаку, но, в любом случае, трешка есть, как ты сказал, надо добирать еще больше, экономика пока нестабильная, поэтому, если сейчас Liquid перестреливают, то можно выходить потенциально и на пятый для себя, но это еще нужно Liquid перестрелять. Да, здесь необходимо стараться, действительно, MBR, для того, чтобы взять какой-то свой минимум, а, может быть, даже и больше минимума в том числе. Ну что, дорогие друзья, пока что немножко подождем, здесь у нас, как я понимаю, возможно, тактические паузы залетают, вопрос от кого, кажется, что MBRAMBA эта пауза вообще-то помогла, но вот пока, если честно, сам не знаю, так что будем уже ждать. Ну и вот по поводу прошлых раундов мы видим то, что Liquid действительно сразу на девайсных отвечают, то есть тут есть такой момент, что либо девайсные у них будут сильнее, чем у MBRAMBA, либо это просто был первый, то есть не стоит его брать в расчет. Ну, показательно в любом случае, что закупились и сразу же забрали, при том, что сделали-то это без особых проблем, практически никого не убили. Ребята из коллектива MBR, и вот сейчас уже мы видим, что у Така только Дигл на руках, но зато у всей остальной команды есть АК-47, есть АВП, и вот попробуют для себя все-таки четвертый победный найти, пока вопрос их полон проседает до 44%, распределяются у нас по карте бомба пока вообще лежала на Т-спауне, 30 секунд позади, Ферр пытается тут воевать и с коннектором, и с окном стеет, окей из окна все-таки делает свой килл, Феллбс проходит по шарту, замечает одного на верхней части коннектора, но не перестреливает, пока ситуация сохраняется в большинстве у Тим Ликвид. Не спешат, кстати говоря, Мэй Биар, здесь уже ошибаться совсем не стоит, в 3 в 5 они остаются, Ильиш находит Феллбса, выходит через смокл, Дера, правда, забирает веста, но 2 в 4, ситуация довольно сложная, и, конечно же, Ильиш уже становится в опорную позицию под своего оппонента, что будут делать Мибри? Пока что против девайсных раундов очень сложно, Ликвид закрывает каждую позицию, через которую выходят ребята из команды Мибр, надо сейчас, конечно, надо продолжать что-то придумывать, но это будет невероятно тяжело, пытается Колт сделать что-то со смоком, находит одного все-таки, но второй его моментально забирает, и Питаси остается. Опять последний, Чепчик бы найти оппонента, пытается найти Чепчик оппонента, отлетает у Дуги от Стюит, который делает 2 кила, и еще становится 2-3, тенденция с девайсными от Ликвид явно сохраняется. Коэффициент от нашего партнера по рематч, на тотал по раундам на первой карте, что он будет меньше 27,5-1,57, что он будет больше 27,5-2,3. И у нас, между прочим, счет также 2-3, пока в пользу коллектива МАБР, но уже проблемы с экономикой, поскольку нужно делать экономический раунд, и мы сейчас будем за ним смотреть, и потенциально выход от Тимликвит на временный паритет на карте Демираж. Да, пистолеты, есть у команды МАБР, 4 глака, плюс Дигл от Колда. Давайте глядеть, что здесь ребята придумают. Здесь, понятно, бомбу бы поставить, и после этого, ну, отлететь, наверное, на Е, потому что такие раунды брать невероятно тяжело, и статистически это происходит крайне редко. На флай, уже готов принимать Б-апартаменты, находится в маркете, просматривает насквозь. Окошко в Б-апартах. На Б-дом уходят ребята из команды МИБР, будут, возможно, через эндерпасс переходить под позицию коннектора, плюс занимать ступ-мидл, плюс, соответственно, вероятно, А ковры один человек. То есть, решили засолить все-таки раунд с пистолетами. Опять же, флешки, кстати говоря, у них тоже нет. Тут только мясом и валиваться в надежде на то, что можно будет, например, или же забрать. Ой-ой-ой, или же стрельба не заходит, и вот уже отваливается. Там даже урон-то не нанес, по сути, спрей, к сожалению, у него все мимо. Практически там 90 и 88 хп остается целых у Фолана и у Фелпса. И это проблема, понятное дело, но пока потерян только один девайс, большинство для МИБР, но это позитивные новости в любом случае для бразильцев. Правда, девайс забрать не смогли, потому что упал он на топ-мидли, за ним нужно было идти, открываться под окно, это нерезонно для коллектива МИБР. Ну и выход под Б-базу, здесь уже должен на флай встречать все это дело. Делает, ну пока не минус, вот сейчас наконец-то уже, да, все-таки находит свой минус. Тут еще приходит на помощь ему тот самый Нитро, который также разбирается со своими оппонентами. Ну и в принципе все, без особых проблем. 3-3, 6 раундов позади, настроение хорошее. Да, слушай, пока по стольбе и в большей степени именно по позиционной игре здесь, конечно, совсем хорошо у команды Ликвид. МИБР, там, видимо, сложновато. Зал ликует. Сзади видел надпись в зале NACS LUL. Ха, кек. 5 калашей команды МИБР. Вторые арморы есть, гранаты есть. И, возможно, возможен стандартный дефолтный выход на Аплэн. Давайте смотреть, Твист будет ли принимать смок. И лишь уже с 2-х сбривает Фернандо Таку. Падает моментально. Опять 3 человека остается у команды МИБР. И лишь 3-го. Неужели это будет какой-нибудь есть? Это минус 4. Минус 5. Несите еще. Маловато. Ну и все. Вот тебе и байраунд от коллектива МИБР. Какой-то он был, ну, я даже не знаю, как это сказать слово. Невнятный, наверное. Какой-то непонятный. Выход. Да и в принципе игра. Вот почесывает нос у нас один из игроков бразильского коллектива. Ферн не понял, да. Ферн, да. Ребята, мы точно это хотели сделать? И ему говорят, да вроде да, но вот не пошло. Бывает, в любом случае ничего страшного. Хотелось бы верить в это, что ничего страшного. Слушай, но тенденция сохраняется. То есть вот вопрос по поводу, начиная с девайсных раундов от Liquid, вопрос закрыт, судя по всему, уже. То есть они берут все подряд вообще сейчас. Бескомпромиссно, без вариантов. Скаутка от Fallen'а 4 дигла есть. Окей, 2 дигла есть у команды MyBR. Джонатан Яблановский тут включается по ходу в игру и сейчас будет тащить команду Liquid к победе на карте Mirage. По крайней мере к победе в этом раунде уже минус 3. Джонатан, ну пожалуйста, ну 2 эс это подряд уж не надо, наверное. Ну 2 эс это не будет, но вот 8 киллов например за 2 раунда почему нет? Так, остается последний у него дигл на руках и против него 5 ребят из коллектива Team Liquid. Как против этого сражаться, понятное дело, невозможно. Если это будет какой-то невероятный хайлайт, мы конечно все вместе покричим и порадуемся, но уж прости меня, так вот такое скорее всего да, не берется. На последний килл на топ-мидле 5-3 у Team Liquid после того самого байраунда проблем не наблюдается. Там кстати говоря 0-0-7 счет, я не увидел правда у кого. Ну очень сложно Mibram пока что. Не у Fallen ли? Ну кстати хороший вопрос, пока не обратил внимание. Здесь судя по всему на девайсных скорее всего необходимо обманывать 0-0-7 и Fallen, ты прав, обманывать команду Liquid, потому что дефолты и дефолтные позиции в дефолтных таймингах, давай так я скажу, они не работают. То есть Liquid закрывают позиционку. Fallen на ранних таймингах врывается под Илижа уже под флешку Фелпса, то есть да, а вот агрессивный форсированный врыв может работать в каких-то моментах. Здесь Mibram видимо начинают немножко подстраиваться под защиту команды Liquid. Понятно, что надо было наверное догадываться немножко до того, как Liquid Джалли 5, но пока не поздно. 40 секунд позади. Пока в принципе все неплохо для Mibar. Есть и раскидка, и закуп боевой, и отдавать его нельзя, что самое интересное, потому что если отдают и этот бай, то экономику наладить будет очень и очень непросто. Там у нас разминают все это дело под Б-базой. Один игрок из атаки, это вроде как тот самый Fallen, да, вот нашел свой килл, уже неплохо, уже не 0-0-7, уже не агент. Phelps, между прочим, так, но занял и тут уже тоже занимает выжидательную позицию. Twist на прием кипята, но вот решил немножечко отойти и пока ждут. Пока ждут Mibar, в принципе, все у них неплохо на самом-то деле. И большинство, и позиции интересные в атаке, поэтому нужно додавить. Twist в подбалконе находится. На данный момент Phelps будет проверять в подбалконе, но Twist вешает ему плюшку в голову и Жуао отъезжает уже. Грустная, конечно, история. Опять 4 челка остается от команды Mibar. На прицел Стивит Уке вылезает ровно Ферр. Fallen, конечно, 300 разменивает. Маленькая месть, но этого мало. Пока что 3 на 3. Раскидывается Молик на Дельпан от команды Mibar. Ребята заходят, Стивит Уке сбривает еще одного. Действительно, бум. Здесь вот не получается. Промахивается колл, соответственно, то есть на флай. Промахнулся на флай. Второй раз промахнулся на флай. 22 хп у него остается. Кит Маркович, как же можно было закрывать здесь обоих компонентов. Хорошая хаешка от Nitro здесь залетела. В итоге Питаси остается последней, а здесь уже Кит Маркович не промахивается. Шестой подряд от команды Liquid. Если бы сейчас Mibar выиграли, то можно было бы сказать, что этот раунд целиком и полностью на флай отдал. Ну, то есть вот такие выстрелы, когда ты в такой позиции, когда тебе дают стрелять, что самое интересное. То есть он выходит, его не убивают первый раз, и он промахивается. Он выходит второй раз, его не убивают, и он промахивается еще раз. И вот если бы все-таки проиграли, то тут бы, конечно же, можно было сказать, что это антигерой на флай в этом раунде. Но, в любом случае, Nitro пришел, хорошая хаешка от него. Также и по стрельбе зашло, все. Мибор первый тайм-аут у нас берут. Будут разбираться, что пошло не так и что случилось. Статистика на ваших экранах. Пока никак, да. Phelps 1.38. 2.08 идет Fullen. Здесь Colt старается. Фернандо Colt старается. Это видно, кстати, с точки зрения позиционной игры, с точки зрения стрельбы. Так что здесь все нормально. По поводу защиты команды Liquid. В целом, с точки зрения понимания слишком много точек зрения у меня сегодня понимания таймингов на дефолтных позициях, по крайней мере, в дефолтных таймингах у них бескомпромиссное, очень близкое к идеальному. Дорогие друзья, не забывайте, что нашим партнером трансляции являются париматчи. Играют они, а выигрываете вы. Но пока команда Mibor с девайсами не выигрываетесь явно совсем. Пока проблемы. Пока проблемы, но есть бай. Экономика дышит на ладан. Да, там по 200 долларов это максимум, чтобы вы понимали у коллектива MBR. Так что тут дела плохи. Этот раунд нужно брать. Очередной раунд, который нужно брать, но пока бразильцы после тех трех, про которые ты говорил, что вроде как они жирно смотрятся, уже не смотрятся. так жирно. Не, они как раз смотрятся жирно в том плане, что Liquid как раз и не должны были далеко отпускать Mibor именно на атаке. Я к этому клоню. Ну вот, это же первые три, поэтому всяко возможно. Вот теперь зато уже 6 взяли. Ага, вот таким вот образом вы попытаетесь с Runboostом сработать, да. Но Хоешка особо ничего не делает. Runboost интересно. Без мака, кстати, интересно. То есть немножко нестандартно. Во, Mibry уже начинают немножко нестандартно где-то. Это может быть интересно. Как раз Юитокей промахивается по своему оппоненту. Получает немножко в почку. Пол хп у него остается. Его доедает Фелпс. Однако на флай, правда, Фелпса сразу же разменивает. На Бэшарту был Фелпс. Фолин все-таки убирает твиста с дороги лишь, отвечает Потака Фолин минусует Джонатана. Нитро. Кстати, хорошая позиция Нитро. На дотекание можно забрать оппонента, но Фолин отвечает. Два в один на флай промахивается здесь. Колд забирает оппонента и немножко с как бы поломанными таймингами и интересными фишками Мипры берут свой первый раунд в стане девайснах. Коэффициент нашего партнера по ремачу победителя на первой карте Ликвид 1.38 МАБР 2.9 соответственно. Нав в очередной раз в очень ответственный и нужный момент для себя и для его команды промахивается к сожалению. Вот если бы сейчас сделал килл, выходил бы на ситуацию один в один против Папы Фоллона. А там неизвестно как бы все это дело закончилось, но не полетело, не пошло. Четвертый раунд после тех обидных проигранных шести подряд забирает все-таки МАБР уже 4 в атаке имеется и это еще соответственно не конец первой половины можно еще забирать. Будем смотреть. Здесь вопрос в том, что поняли ли МИБР что привело их к победе в прошлом раунде? Да. АМИБР поняли. Человек в интерпассе сидит и просто сидит. Он не будет идти. Он сидит, он ждет. В таком случае все в порядке. Они вот начинают немножко иначе работать. Наверное, плохо то, что так долго пытались именно в дефолты играть и думали, что черт возьми, дефолты против ликвид это хорошая идея. Наверное, в каких-то редких случаях, да, может быть, на Мираже хорошая, но против такой бескомпромиссной защиты надо реально вот выкабениваться надо. Вот единственное слово, которое я могу сказать. Вот выкручиваться прям как уши на сковородке для того, чтобы все-таки брать очень-очень тяжелые раунды на атаке. Нитро. Прогнали с позиции, но в принципе все неплохо. Также откидывают Молик в Б-Апарты. Лишь уже встречает одного на второго. Есть у него теперь Аука, не снайперская винтовка и есть киллы. Но вот Колдзера и Фолланд свои поправки вносят вдвоем. Остаются, но проблемы в Фолланд. Все-таки пересталивает Нитро, но очень красные два игрока. У Колда и у Фоллана 3 и 10 хп соответственно, то есть 13 на двоих. Проблемы. Да, гранаты нет, но в любом случае тут сейчас хорошая индивидуальная игра от коллектива Team Liquid и все, как бы тут мы уже не про него видим. Ай-яй-яй-яй-яй, тут вроде кончик не торчит, нет. Здесь нам как раз X-Ray включает и выключает для того, чтобы было понятно, торчит ли кончик или не торчит. Тейст и Стюйт окей в ретейке. Два на два. Полин остается последний, правда, с ВП. В идеальном мире мог бы быть Шашлык видит тень, а второй! А второй был рядом с другой стороны. Вышел из-за угла. Седьмой раунд. Такие друзья для команды Liquid. Здесь, конечно, очень тяжело. Но есть четверка. Четверку бы, семерку бы. Team Liquid сейчас показали то, как вчера MousSports нужно было выбивать под B-базой тех самых игроков коллектива MBR. То есть у Mous вчера это не получалось сделать, они не выходили в размин, выходили по одному, их просто-напросто перестреливали и все. Это проблема. Вот сейчас Team Liquid сделали обратное. Сделали все очень хорошо. Да, понятное дело были лоу-хэповые, но там же Avic. И от Avic всегда может нести свои поправки и свои коррективы. И уже будет очень и очень сложно поступать в очередной ситуации, в очередном моменте. Но это седьмой. Это седьмой для Team Liquid. Вообще, в идеале MBR забрать еще парочку и все будет хорошо у них, в принципе, я думаю, за атаку. А там уже за защиту. Посмотрим, как они будут действовать. Но пока Team Liquid не отпускают. Пока не отпускают. Но MBR стараются. Надо опять придумывать что-то необычное в общем проблем. Или как бы попыткой придумать необычное скрыть опять какой-то дефолт, но который уже сработает. Сложно, да? То есть постоянно вот риск против Team Liquid. Нету каких-то прям идеальных, ну или близких да, к этому стопроцентных решений. Даже, дай бог, это не стопроцентных, семидесятипроцентных решений хотя бы для того, чтобы виграть ранд. Нет. Здесь против жидких лошадей на Мираже просто бесконечно тяжело. Пять автоматов Калашниковых у команды MBR. Илиш, кстати, начинает поджимать эндерпасс. Здесь с точки зрения таймингов и раскидки гранат. Но Илиш вообще-то угадывает. Но немножко не получается убить Фернанда. И он, может быть, упустит эту ситуацию. Забирает так. Неужели уйдет? Неужели его отпустят? Нет, его все-таки не отпускают. Под флешка Фоллина Феллб забирает Илиша. 4 в 4. 4 в 4. Но вот очень много времени на самом деле там Илиш выиграл. В этом андерпассе еще и килл нашел. В общем, неплохо информацию собрал, что там он был не один, что там было несколько игроков. И это, понятное дело, все плюс для коллектива защиты. Стюит и Кейт уже у нас ковры поджал. Чекает тест-паун. Там пока никого. Топ-миддл занимают МАБР. Три человека здесь, один под Б-базой. У нас планируют некий сплит. Коллектив МАБР. Вот только вопрос куда, пока не ясно. Фоллин в коннектор. Фоллин. Открывается под флешечко. Там Сюит и Кейт все-таки отрабатывает его, потому что ковры занялся. Этой позиции не уходил. Через шорт начинает выходить Мибер, а тут Нитро. А тут Нитро, да. И со всех сторон там не только Нитро. В этом вся проблема. Приходится Фернандо крутиться на 180 градусов. Смотреть во все стороны. Колзера все-таки Нитро сбривает. На флай за бончом находится. На Афгит Маркович. Да, убьет, конечно, оппонента, который будет ставить бомбу. Твист разберется с Фелпсом, который находился на открытой, соответственно, на Б-планте. Ай-яй-яй. Здесь пока, конечно, для Мибров безумно, безумно тяжело получается играть. Четверка довольно мало. Пока довольно грустно. Что же необходимо придумать? Мираж-то не такая широкая карта. В этом-то и проблема вся. И в Ликвид хватает, скажем так, сил для того, чтобы закрывать вообще все и думать, в принципе, плюс-минус обо всем. Понятно, что они не видят, например, где находятся оппоненты. Естественно, они не ванги, но практически все везде. 95% карты со всеми, причем, вытекающими, втекающими известно для команды Ликвид. Настолько она отработана. Вот это да. Стюйт окей. Убивает все-таки Фернандо. Фера здесь не получилось. Так и разменивает Стюй. Падает около джангла-коннектора. Все-таки оппонент. Но при этом на аппленд ребята из МИБР все равно не выходят. Пока еще. Да, там Пит, вот тут Элиш, а вот теперь уже только одного забирает на размене колд-зера. Ситуация 3 в 3, Фоллан Котсон и колд-зера немного. Твист за фаербоксом. Хорошая флешка. Вот стрельба у Твиста не заходит. Это проблема, поскольку тут нужно было убивать. Фоллан, между прочим, уже бы базу поджал и будет заходить в спину и будут ждать его его тиммейты, поскольку времени-то еще много, поэтому сейчас Фоллан сделает свою грязную работу, скажем это, назовем это так. Сделает киллы, вот только если сейчас каким-то образом не засейвится Team Liquid и не прочитает весь этот мув. 40 секунд еще есть и вот тот самый Фоллан. Да, должен заходить, должен убивать нафа, так точно. Находит оппонента все-таки с P250 работает. Неплохой поджим от дяди Фоллена и колд-зера забирает забирает нитро. Ну что, все-таки вот получается у мебров, но смотри, да, тоже поджимы, какие-то офф-тайминги, поджимы, что-то еще, ран-буст уже были, все пытаются мебры делать, чтобы просто брать раунды. Ну, я напоминаю, что партнер нашей трансляции париматч, играют они, выигрываете вы, не забывайте, что это широкий выбор событий и разнообразие платежных систем. 5-8, и Фоллан делает энтри. Слушай, хорошо, напальму сработал, ранние тайминги для респауна для команды MIBR, и в данном случае видимо именно для Фоллина, кстати, то есть никому не пришлось брать снайперскую винтовку и заменять Фоллина. То есть тут интересно, вот ребята сработали, прям ровно-ровно попало, как говорится, спасибо респауну за это. Все равно команда Ликвид выигрывает первую половину, но MIBR взяли пятерку и есть Open, это для них не энтрена, потому что это просто хороший респ был, и вот сейчас MIBR, наверное, очень медленно и очень аккуратно попытаются взять шестерку. Почему нет? Почему нет, если сейчас по экономике проблемы, да, у Твиста есть АВП, но он его пока никак абсолютно не реализовал, к сожалению, но опять же, если реализует, то это ситуация 4 в 4, а если еще и девайс подберут, но идеальный мир для Team Liquid заключается именно в том, что Твист будет делать энтри, сделать не один энтри, а там несколько, например, и уже ситуация будет в большинстве, а Диглы-то тоже без дела могут не сидеть и ТЗ в упоре, может отыграть вот Наф, например, если сейчас ловит голову Фелпса, будет очень и очень позитивно, нет, позитивного в этом раунде, скорее всего, для Team Liquid ничего не будет. Не получается, 5 в 3, тяжелая ситуация, Твист, на самом деле, Твист хороший стрелок, двоих бы забрал, но уже промахивается, то есть не совсем получается смертельный урон делать, а вот здесь его, наверное, будут уже пушить. Забирает одного, и мы ожидаем, и Така все-таки забирает Твиста, ничего не происходило в этом моменте, прям буквально все зависли на карте, ровно-ровно, и Питаси все-таки выходит ровно под тайминг свой, забирает Твиста, который смотрел немножко в другую сторону. Шестерка от команды MIBR. Вот получается, кстати, хорошая на самом деле идея, пытаться действительно как-то выкручиваться именно против девайсов команды Liquid, а потом пытаться ломать экономику и, например, работать на OpenFrag'е именно в ситуации, когда у Liquid девайсы хуже. То есть это такая стратегия, как бы стратегия войны особенная, да? Получилось. Шестерку забрали, получилось. Вопрос к команде Liquid, потому что мы видим, да, что на последнем раунде у них. У них два MP9, на Чешка есть. Штурмовая винтовка М4А4, конечно, есть, АУК есть, но до фишкид 1 на команду, гранат не то чтобы супермного, и MIBR могут сравнять счет на первой половине. Будут пытаться, но тут твист поджим. Пита, Тако, приходит, но немножко к нему вовремя не удается ничего тут сделать и никакие коррективы свои внести не удается. Твист остается в этой позиции пока и контролирует, если будет поджим, но такого пока не имеется. Ну и вот уже ситуация 5-4 с не очень-то и внятным баем от коллектива Team Liquid, но в любом случае минута позади. ММБР нужно что-то придумывать. Топ-миддл занят, два игрока здесь. Один под А, другой под Б. Бомба вообще еще лежит, так что нужно немножко потратить. Будет время для того, чтобы взять ее. СТУ и ТУК замечает здесь того самого Тако. Нужно добить его. Да, все, и теперь времени еще есть, но вот позиционка для бомбы, она просто отвратительная. По первой информации также имеется, ну и вроде как Team Liquid девятый, да. Да, девятку свою забираю, ты был прав. Здесь даже с учетом некоторых не самых сильных девайсов команда Liquid берет не просто большинство раундов на первой половине, а прям действительно очень большое большинство. Жоа чистит свою мышку, что-то с ней не так. Вроде почистил, продул. Слава богу, сейчас они хотя бы лазерные, не надо шарики чистить. 15 лет тому назад. Ах, было время. Было время, да. Было интересно на самом деле. Приходишь, мушку почистить, Приходишь, да, чтобы поиграть, а мышка не работает, потому что шарик загрязнен. А потом приходишь, например, в следующий день в клуб, а там шарика нет. А как играть? Потому что его кто-то забрал, выкрутил. Я не знаю зачем, видимо, кто-то коллекционер шариков от старых мышек роликовых. Ну что, дорогие друзья, бескомпромиссная защита от команды Liquid, даже с учетом недостачи девайсов, даже с учетом того, что они, возможно, где-то теряют игроков. Liquid, в принципе, абсолютно наплевать. Вот это, вот это демираж, вот это да. Вот я вот такой демираж посмотрел против команды на самом деле в каком-нибудь ближайшем будущем над командой Liquid. Кажется, что ребята даже могут. Ну не кажется тебе, что девятки маловато? Вот с такой, как ты сказал, бескомпромиссной защитой может быть какая-нибудь десяточка, а то и 11 можно было забирать для коней, нет? А вот девятка тут-то уже даже не знаю. Ну мне кажется, что просто мебров сейчас недооценивают. Очень многие. Зря, конечно же. Мы как раз будем смотреть, почему зря. А аналитики будут именно разбирать, почему зря. Так что я думаю нормально. Я думаю, что все в порядке. Но видно было насколько тяжело на самом деле команде Mibor. То есть сначала в ход шли все, ну все я утрирую, наверное, да, большинство из известных дефолтов. И мебры пробовали на зуб раунды напротив Liquid как бы заходит дефолт или не заходит. Мы видим на повторах вот прямо сейчас, что дефолты не заходят вообще ни разу. И пошли уже вот фишки, пошли офф тайминги, причем пошли офф тайминги офф таймингов для того, чтобы обмануть Liquid, потому что Liquid еще и в курсе стандартных офф таймингов. Что типа, если в эту позицию сейчас кто-то не выходит, это означает, что он выйдет сюда через 15 секунд ровно. Потому что так и делается. Люди так и делают. Это означает, что Mibram приходилось не 15 секунд там ждать, а чуть больше или чуть меньше. Вот что-то такое для того, чтобы обмануть человека, который, например, разворачивался, который думал, а, нет, ладно, там никого нет и получал спину. Допустим, как вот на джангле-коннекторе умирал один оппонент, которого забирали с Аковров, по-моему, вот в одном из раундов. Ребята из команды Mibor. То есть прямо ровно, ровно, ровно надо было понимать, как же обманывать Liquid. Так что защита все-таки очень хорошая. Посмотрим на атаку. Посмотрим на атаку, что покажут здесь MBR. И вспомним слова наших аналитиков, что MBR, ну, нужно забирать Мираж, потому что, если они его не забирают, на Данюке начнутся проблемы. И уже посерьезнее, скорее всего. Опять же, если нас бразильцы сейчас не повергнут в шок и не удивят, какой-то сюрприз не подготовят на Данюке, хотя я не особо в это верю. Я, кстати, вот очень сильно бы поспорил. Как раз кажется, что Данюк для Амибров сейчас это прямо самое то. Посмотрим. В любом случае, нам остается ждать пока только лишь вторую сторону первой карты. Это Данюк, это Мираж. Соответственно, МАБР ее взяли, вторая карта у нас будет Данюк от коллектива Team Liquid. Если понадобится третья, оверпасс. Да, если дойдем до оверпасса. Интересный матчап. Я бы даже сказал, может быть, вот этот матчап с точки зрения силы команд достоин финала в каком-то смысле, потому что механически очень круто ребята отыгрывают, тактически, стратегически стараются прям все-все-все показывать, даже самые сложные штуки. Мебры недавно нам показывали на оверпассах подсадки какие-то на нюке, всякие интересные идеи, даже старые идеи команды Virtus.pro богом забыты и давно уже по понятным причинам. Так что, а, ну и Liquid, соответственно, естественно, то же самое. Так что тут, конечно, все очень серьезно. Ну что, вторая пистолетка, дорогие друзья. Два гранатчика у команды Liquid на саппорте и один стандартный Epitasio в красной шапке на саппорте для команды Mibor. У него смог и defuse киты. Пытаюсь Liquid наваливаться на Аплент, вроде стандартный Аплент. Кстати, гранаты как-то, бум, гранаты, а гранаты, а только флешка осталась, только молик я вижу на джангл от ребят. Бомба, правда, поставлена. Не совсем, вот были много самоков, да? То есть как-то, а чего вы, а зачем? Вы остались два в четыре. А что такое команда Liquid? Это лень, это идея? А решили джангл поджать и там Cold Zero хорошо сыграл индивидуально, поэтому и остались вот так вот два в четыре, поскольку там вроде как выходили, одного забирали, пол он тоже не промахивается, твист последний, ну и седьмой. Для MIPR должен уходить, да, уходит, при том, что там в линейке-то стояли, на самом деле, сейчас залетают две пули шальные и все, это для твиста демки-мувики, но нет, это седьмой, седьмой, кстати говоря, вторая пистолетка для Mibro. Ну что ж, дорогие друзья, не забывайте, что нашим партнером является париматч, и можно с париматчем взаимодействовать через любые мобильные платформы, например, на Android, на iOS под Apple тоже есть все самые сочные события в киберспорте, именно там, ну и, соответственно, сочные коэффициенты, кстати, на этот матча в том числе, на следующие, между прочим, ивенты от ESL, включая ProLigo, вообще-то в том числе. Ну что ж, от Liquid не дефолтные пистолеты, нитра, делает плюшканский в голову Фернандо, Фернандо сразу же падает на флай, неужели выйдет просто на ковры? Нет, просто немножко забайтил Фелпса, и на самом деле, вообще-то занял его время и внимание. Стюи, уже продвигается у нас в сторону коннектора, и это может быть неприятность для, например, вот если попадет, но вот такое вот, конечно, промахиваться, тоже не стоило бы, но тут Нав приходит на Хелпу, забирает все-таки под флешку того самого Фелпса, который он накинул Стюи Туке, и лишь отыгрывает по 250-й. Это по 250-й играют, чтобы ты понимал, они диглы сейчас. Дигл у нас один отвалился, от Виста остается еще один, и это что? Будет сейв от коллектива, не просто. Отличный пистолет, конечно, от Сим-Ликвид. Бумы поставлены на Аплент, так как колд остаются вдвоем. Какая жесть вообще, как же Ликвид байтит? Даже если у Стюи не получилось выйти, да, конечно, рассейв, куда они пойдут с таким-то ХП? Даже если у Ликвид не получилось, продолжим мысль, у Нафа забайтить под Стюи, а он байтил под Стюи внимание ФЛ Пса, Стюи промахивается, Наф сам потом выходит и добивает оппонента того же самого. То есть у них мало того, что есть план А, у них есть план Б, есть варианты, что есть план С вообще какой-то, если бы, например, у Нафа не получилось. То есть там пришел бы кто-нибудь еще, или Стюи сделал бы что-нибудь под Нафа еще. То есть это прямо тотальный тимплей в макро-моментах, в макро-игре, в микро-игре, в фокус-файере, во всем подряд. Ой, Мибор, ой, я не знаю, пауза, конечно же, от команды Майбер. Мираж, наверное, не совсем настолько широкая карта против Ликвид, чтобы ее играть. Может быть, вы ее действительно тренируете, но вот из того, что видно, Ликвид тут прям как рыба в воде, как конь в жидкости, как твист его прическа, как история про generic haircut joke, которая написана по-английски снизу. Естественно, английский я не знаю, откуда мне вообще. 19-летний твист. Что-то там хэдшоты настылял. Классно. С такой-то прической. Завидуешь ему? Да не нормально. Я тоже вот могу, знаешь, когда ты бежишь против ветра, у тебя волосы назад, вот это все. Именно такая же становится. Ну там, не такая красивая, конечно, в пять раз хуже, но тоже, ну мне нормально, я без претензий. Ну да ладно. Пока очередной раунд. 18-й, 5 в 5. У Майбер начинаются проблемы по экономике. Если этот отдают, то Ликвид там можно выходить и на 12-7, а это уже, между прочим, серьезнейшие проблемы тут все-таки. Или же забирают но твист на размене, и это очень и очень здорово, поскольку в большинстве оказывается у нас тем Ликвид Наф забирает колд за ростю и таки отыгрывает свою позицию на шарте. Остается только лишь Фоллан, тот самый папа Фоллан, у него в руках 5-7, но этого ужасно мало, хотя вот Сью и Туке тут решает немножко Джеки Чан нам показать. Прыгает, бегает, скачет, но не убивает, зато Нитро на размене по Фоллану не дает засейвить АК, соответственно, такой ценный девайс. И вот теперь ЭКО от MIBR и вроде как то, про что я и говорил, 12-7. Да, пока 11-7, но денег нет у команды MIBR. Согласен, кстати говоря, с надписью. Верните Cobblestone. Себабль, верните, пожалуйста, обратно, потому что безумно классные карты была, я надеюсь, и будет после всех изменений, которые с ней сделать. Но пыльную пальцем в небо в августе вернут. В августе. Скриншотте. Ждем. Друзья. Или в сентябре. Да. Ну что, фуллэка от команды MIBR. Давайте смотреть дальше. Здесь действительно 12-й, наверное, будет залетать. 2-2-1 играют ребята из Liquid, при этом неплохо, кстати говоря, дожидаются позиции своих оппонентов, потому что зная то, что против пистолетов играют, значит, MIBR, возможно, будут поджимать. Соответственно. И после того, как Liquid немножко постоят, будут уже проводить свою атаку, потому что поймут, что, наверное, тогда MIBR играет пассивно. Тогда вопрос, а где? Это стак 5А, это стак 5Б, это не стак в 5 лиц вообще? А что же это? Это пока два минуса от коллектива Team Liquid. Лишь так же делает минус, Tuey делает минус, ну и NAV. В общем, там практически вся команда, кроме твиста, сделали по минусу и все замечательно и классно. У коллектива Team Liquid, да, 12-7, 5 раундов преимущества Бай от MIBR, который очень и очень невероятно просто сейчас важный, поскольку, ну, нужно забирать, нужно возвращаться в игру, если не сейчас, то уже будет очень и очень поздно, если отдают 13-й. С экономикой снова могут быть проблемы, а там уже и до 16-го, это недалеко Team Liquid пока очень и очень неплохо показывают свою атаку. Ну что ж, 3 Ауга плюс 2 МК четвертых от команды MIBR, нету до фьюз-китов, очень мало гранат, твист взял и поджал Фернандо, который взял и поджал твистца до этого, а твист взял и прочитал Фернандо, который поджал его. Вот такая Куролесина. Опять человек в итоге у команды Liquid, это Open на будущие позиции, уже в меньшинстве остаются MIBR. Как же тяжело против Liquid играть, просто смотришь, нигде нельзя выйти, все закрыто, все читаемо. Фолин, ну, Фолин, друг, минус 2 и уйти, и посмотреть на ковры, а там о коврах же кто-то был, на флай, убивает Фолин, но уже 3 на 3 боевая ситуация, Фелпс под дефолтом стоит, Фелпс видит, что наф где-то там, и вот на него вываливается сразу с тюмитой и говорит, привет, я Бэтмен, как твои дела? Именно так и крикнул, я думаю, потому что очень-очень неожиданная ситуация там была для игрока защиты, он же Фелпс, тут так отыгрывает по стюмитой, окей, ситуация 2 в 2, Тако живет до конца, Элиш или Колдзера, кто кажется сильнее, вчера Колд забирал просто невероятные раунды, вчера эйсы были от него, но не сейчас, прости, Колд, сегодня, скорее всего, не твой день, потому что сегодня есть тот самый стюит окей, сегодня есть те самые ликвид, и сегодня, скорее всего, на карте Демираж вас ждет поражение, но, но, не будем забегать вперед, сейчас у нас, скорее всего, я вижу там скаут, там есть какие-то недефолтные вроде как пистолеты, ну и все, а если, ну, должны отдавать, да, 14.7, двукратное преимущество, и вот тут уже проблемы большие. Элиш, уже сбривает Фолина, с недефолтными пистолетами будут играть ребята из команды Liquid, колд, ну, все-таки сэндвич, он видел сэндвич, но просто надо по нему работать, и никак нельзя было работать, колд, за дефолтом еще один килл, хедшот, не хедшот, не хедшот, на флай, сбривает колд зеро, два человека остаются у команды Liquid, недефолтные пистыки все-таки могут сработать, у Liquid'ов, Фернандо пытается найти с чешки, голого оппонента не получается, чепчик найти, стюит окей сжигает уже и Питасио, Фелпс, Фернандо остается вдвоем, две чешки, кстати говоря, на самом деле на дальних дистанциях, сильно под вопросом, есть очень много времени у команды Liquid, однако, и в итоге остается Фер, ага, а вот калаш это интересно, но как против двоих-то сыграть, пытается, с калашом уже стрелять, ребята из Liquid теперь знают, что есть калаш у Фера, Фер будет их обманывать, возможно на дальпан, да, на дальпан пойдет, ну, все еще очень сложно, Фер, пропускает голову, потому что голова уже ушла, а я, и теперь позиция известна, и что теперь делать без флешек, и как выходить, потому что ниндзя, искра, и надо понять, где находится второй, а его убивает еще даже и первый, всего лишь первый, 14-7, ну и что делать, понятное дело закупаться, понятное дело, что там был только лишь скаут, недефолтные пистолеты, сейчас будет бай, и в очередной раз я говорю эти слова, но они и правда очень и очень важны для MBR, поскольку сейчас нужно включаться за защиту, сейчас нужно забирать свои раунды, они забрали только один раунд пока в защите, а Team Liquid в атаке взяли уже 5, такие дела. Быстрый выход от Team Liquid, и лишь уже минус фл, ситуация 5-4, Fallon минус 2-2k, Fallon промахивается по второму, и лишь минус 2 от него, 4-3, ситуация сохраняется в большинстве пока для Team Liquid, лишь контролирует у нас уже, Сити сюда откидывают, хороший Моллик, кстати говоря, он попал не по тому, по которому надо было, он убил за тем самым игроком, который ставил бомбу, но в любом случае килл есть, и в 3 на ретейк идут на равных. 3 на 3, какие-то шансы есть у имбров, конечно, плечо, така, 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 плечико, така, така, лишь, все-таки погибает от Colden Twist, ставит плюшку по Cold Zero, и таким образом заканчивается 15-й для команды, Liquid, Привет. Тут в чате написали, комментатор, почему ты что-то раньше времени говоришь. Простите, дорогие друзья, я буду читать игру чуть помедленнее. 7.15. Это не я быстро говорю, это вы медленно слушаете. Не, не, чат у нас сегодня просто совершенно замечательный, на самом деле. Вы, кусечки, мур-мур. 15.7, дорогие друзья. Очень-очень сложно на такой узкой карте играть в мебрам. Кажется, что две следующие, если будет вообще третья, будут удобнее. Но это уже аналитика, будем чуть дальше разбирать. Немножечко не совсем классные девайсы у команды МИБР. Здесь ЮМПы есть, ФАМАС есть, МП-9 есть, МК-4 есть. Дефискитов нет, два молика, кстати, две зажигалки есть. Получится ли это все дело реализовать? МАБР. Проблема в том, что там недолго смогут сдержать они, на самом деле, напор коллектива Team Liquid, поскольку там-то по раскиду проблема. Так что... Стюит окей. Вот Молик там будет жить. Да, будет жить, даже не прокидывает Феррор. Сейвит просто в этом углу и свою позицию не палит. Это из позитивных новостей для МИБР. Выходит и забирает одного... Нет, второго все-таки не достреливает. Твист семь процентов, колдзера в позиции шорта открывается, забирает Элижа. Ну и что? Раунд нужно брать коллективу. МАБР большинство, плюс твист очень коцанный. Четыре человека есть у МИБР. Большинство по живой силе. А что по позициям? Двое на планете. Это стейрс, это тетрис под яму получается. И тупой угол по 90 под яму. Здесь очень агрессивный бэш-шорт, судя по всему. Бэш-шорт работает, там колд. И бомба потеряна. То, что здесь колд, это интересно. Он флеширован, но он все равно забирает веста, будучи, кстати, ослепленным. И Питасио с Беопардами справляется. То, что колд был именно на бэш-арте, сыграло сейчас раунд для команды МИБР. Если бы это был не колд, вот под вопросом. Очень сильно под вопросом. Но все еще 15-8, дорогие друзья. Все еще 15-8. Как же тяжело. Не, я это не буду переводить. Я вот шутил то, что английский не знаю. Но нет, нет, сорян, сорян просто. Тогда точно уволен был бы. Ну что, более интересные девайсы теперь у команды МИБР. Три Ауга плюс два Калаша. Дефюзки-то есть. Ну и пять ударных Калаша от команды Ликвид. Вот я думал, что будет на самом деле быстрый раунд от Ликвид, поскольку они у них получаются сегодня. И МАБР с ними сделать вообще ничего не могут. Под А базу выходят, убивают, ставят бомбу. И уже на ретейк МИБР не способны идти. Они, понятное дело, на него идут. Но толку от этого ретейка вообще никакого практически нет. И я думал, что мы сейчас снова увидим такой же быстрый раунд. Но нет, медленный от коней. А что дальше? Это уже вопрос. Вот, например, Фоллан минус Тьюи. В очередной раз большинство для МИБР. Попытаются зацепиться. Элиш. Заметили его, и вроде как и он увидел одного из игроков защиты. Но пока без разменов со стороны Тим Ликвид. Нитро. Смог. Нет, не будет все-таки кидать, закрывать здесь коннектор. Бомба перетекает под Аплент. Укрепление четыре человека у команды МИБР. Именно в этих позициях. Пока что немножко читают ситуацию ребята из команды МИБР. Смог от Элижа сейчас полетит. Закрыть коннектор, если я правильно помню. Либо, по-моему, он на стейрс. А вообще-то их два там, да. Так что все в порядке. Нитро. Нитро убивает все-таки оппонента Феллс. Правда, до этого добирает Твистца. Фернадо вместе с товарищами, конечно, подождут. Но колд падает. Не очень приятная ситуация. Ван Вей здесь для Фера. Между двумя смоками как раз. Но Ильиш, возможно, читает этот Ван Вей. Нет, Фолин отвечает. Но Ильиш все-таки думал правильно. Наф остается последний. Кит Маркович умирает от Апитасио. МИБР, даже с учетом того, что угадывали. Насчет плента. Вообще-то тут очень близко было, чтобы раунд был проигран. Ликвид это просто жесть какая-то. Это какая-то неостановимая машина на мираже. Они ставят свою первую паузу на своем, вот уже пятнадцатом, грубо говоря, раунде. Понимая, что что-то как-то мы почему-то пока что до сих пор не забрали. Давайте заберем, а? За последние три месяца статистика у Твиста. КД-1-31, хэдшот Т-67,8, АДР-77,1. Как говорится, видали и покруче, но что имеем, то имеем. В любом случае, сейчас статистику, если нам покажут, там вообще тотальное доминирование со стороны Team Liquid. Там четыре игрока настреляли уже за двадцатку. У одного 14, это твист. А вот у Фера и у Фелпса проблемы. 9-22 и 9-20. Да, соглашусь. Fallen, Cold Zero и Питасио немножко подразогнались. И Cold пока что, конечно, тащит команду вперед. Team Liquid. Под один калаш. Hero A.K. Buy. Здесь мы видим от ребят. Mag10 также есть, можно на стрейфах и прыжках врываться. Очень хороший и удобный девайс для этого всего действия. Ну что ж, B-апартаменты, B-дом. Таковы позиции команды Liquid на данный момент. Уже Тако закрывает здесь позиции оппонентов. Еще и смокирует выход конкретно через B-апарты. Закрывает Кухонько. Ну и Liquid этот смог переждут. Вряд ли они будут врываться в него. Так что это минус 20 секунд в атаке у команды Liquid. Ну, как я понимаю, это будет быстрый под B. Поэтому там много времени не надо. Только вопрос в том, как там Тако будет встречать. Если сейчас сделает 1-2 кила, то, конечно же, проблемы начнутся с самого-самого начала. Поскольку один опорник под B. Убиваете его, заходите, ставите бомбу. И задача минимум выполнена. А вот и приходит еще и Ферр сюда. Ферр пока немножко дезориентирован, поскольку много смоков здесь кладется. Но Тако справляется с первым, со вторым, с третьим. Давайте еще. Вот и Ферр на помощь пришел. Это вообще 5 в 0. Ну и вот, в общем, как бы ничего не сделали под B-базой. Сейчас будут закупаться. И вот, может быть, сейчас тот самый быстрый раунд, про который я и говорил, под A-базу и все-таки додавят. Да, с A-базой, на самом деле, было хорошо. Ликвит и мебры тогда, повторюсь, да, еще раз угадывали. Там они почти отлетели. Даже с учетом каких-то интересных, необычных идей. И все равно почти отлетели. То есть, может быть, Алексей, может быть, такое будет. Четыре ауга плюс калаш. Такие девайсы у команды MyBR. Полин, нет, все-таки не будет поджимать. Сейчас, судя по всему, очень страшно. Сток флешек там накидали в лицо Фоллина, что умирать, конечно, не стоило бы. Дарить свою жизнь команде Ликвит не стоило бы. Нет права на ошибку у команды MyBR сейчас уже. И на B-апарта быстрый врыв на B-плэн. Тут Тако в очередной раз попытается все это дело закрыть. А вот теперь не удается. Красавчик перестрелил в АТО. Ситуация 5-4. По хп просели ребята из коллектива атаки. Но в любом случае большинство твист. Как не хватало твоих фрагов. Минус 3 от него. Ну и, скорее всего, мы заканчиваем смотреть за противостоянием Team Liquid. MyBR на карте The Mirage. Поскольку тут Стюит ОК находит минус по фоллу. Но остается один лишь только флэп, с которым нужно идти. Потому что это уже последний 26-й раунд. И тут уже ничего не сделаешь. Но как-то он долго идет. Жуао. Все-таки Жуао Восконселос не совсем клатчер. И не совсем им был всегда. И 1 в 4 ему, наверное, тяжеловато. Колт настрелял 23 фрага, конечно. Но топовый фраг, кстати, на карте. Это Джонатан Яблановский, дорогие друзья. 27 на 17 идет. И лишь. И это... Черт возьми, это круто. Это очень хорошо. Все-таки кажется мне, что Mirage против Liquid здесь был не самым лучшим пиком от мебров. Поверили в себя после вчерашней игры против MAU Sports. Когда они Mirage выиграли. И сделали это, ну не то чтобы уверенно, но сделали это очень-очень достойно. А вот сейчас не прокатило, не фартануло против тех самых Team Liquid. А на Newcastle могут начаться еще большие проблемы. Это печально, дорогие друзья. Аналитика. Что здесь грустного произошло на этой карте? Разберите, пожалуйста. Да, друзья, забираем, конечно, студию аналитики. Разбор. Первый карт получается Деми Рашпи. Команда МэйБиар против Team Liquid. Это все еще интеллский мастер-седневный 19-го года. Ну и товарищи, аналитики. 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 Понял. Держи в курсе. Стошку заберу тебя завтра. Что скажете по Mirage? Как вам вообще в принципе получилось это вот противостояние мебров? Хотя я бы сказал, что мебров-то на карте не было. Даже тех самых, что против MoSports вчера. Хоть и счет 16-10. Но результат игры меня как минимум расстроил. Я думаю, что просто МэйБиар показывает то же самое, что и против команды MoSports. И Liquid это команда, которая все это дело просто посмотрела и знала, как играть против такого. У них была неплохая защита. Где-то в определенные моменты, сколько там было, три раунда девайсных взяли команда Mibor в первой половине. Они 9-6 счет сделали, выиграли пистолет, выиграли... А, ну да. Первые три раунда, потом только три девайсных они взяли. Притом один был экономический. После чего вторая половина взяли пистолетный раунд. И тут же начали огромным стригом сливать атаки, все, что только возможно. Счет 3-0. Да. А дальше потом поехало, пошло. Это вообще не игра. Я не знаю, почему ребята из Mibor взяли себе карту до Mirage. Потому что нужно было брать кэш, который был только во второй стадии банда. Я хотел сказать, что... Паран домой. Я конкретно про дальнейший уже рассказывал, пока Олег продолжал свою мысль, я бы потом это сказал. В любом случае, команда Mibor очень много отдала ситуации, будучи 2-2. Вот чем вся проблема. У Liquid в обороне удавалось выигрывать именно вот такие вот паритеты. И не совсем понятно, как это вчера работало. Моуспорт, да, безусловно, допускали ошибки. У Liquid сегодня их было гораздо меньше в плане обороны при ретейках. Но при этом еще и Mibor умудрялись как-то слишком тухловато разыгрывать вторую половину, потому что отдали просто по 250-м раунд. Казалось бы. Ну, знаешь, тут опять же статистика. Пусть я не очень часто люблю к ней прибегать, но она все-таки здесь имеет место быть. 16-й entry от команды Liquid. Вот. Достаточно только это сказать. Большинство раундов команда Mibor начинала в меньшинстве. И, как правило, либо Pickle Fair, либо Phelps не справлялся с натиском под Appland. Это уже говорю про дефенс команды Mibor. То есть, если атака еще окей, 6 раундов это приемлемая цифра, то в дефенсе команда из Бразилии... Нельзя было давать анти-эко. Мне показалось. Два тегла на команду, без аморов, без ничего. Что 91% раундов выиграла команда Liquid при entry-фраге? Ну, статистика. Статистика не врет. Статистика просто не всегда имеет свою принадлежность к той или иной ситуации. Но здесь она действительно отражает полную реальность. И, к сожалению, для фанатов Mibor и, к счастью, для болельщиков команды Liquid... Liquid здесь, я не побоюсь этого слова, на голову сильнее. Причем, знаешь, это не только в стрельбе... Нет, окей, когда тебя Джонатан Джаблановский перестреливает с КД 26 или 27-27, что-то такое у него. У него 27-17. Ну, 27-17. Но когда тебя Линдж перестреливает так, это во многом говорит. Нету фера. Это очень важное звено было у команды Mibor. Phelps, окей, на него мы не возлагали огромных надежд. Но он, опять же, очень много провалил свою позиционку под А. И есть огромная отличительная черта Liquid в атаке и от Mibor. В атаке в том, что Liquid очень круто подготавливает свои раунды. Liquid, точнее Mibor, прошу прощения, очень часто пытались с аапартов из ямы разыгрывать entry без каких-либо ютилиц. То есть без смаков, без флешек, без моликов. Они просто пытались пикать на первых таймингах. И к ним всегда были готовы жидкие. И это прямо одна из самых главных проблем. Да, если бы это залетало, вопросов бы, наверное, не было. Но Mibor не имели права рисковать настолько. Это не денюк, как от команды Astralis. Да, я имею в виду, что вот Mirage Mibor, это просто Mirage Mibor. Как бы оно тавтологически не звучало. То есть здесь Mibor обожглись сами свои планы, надежды и, возможно, в какой-то степени неподготовленность к своему оппоненту. Слишком сильно поверили в себя. Ну, а игровая статистика после карты Mirage отражает то, что Nitro так и не нашел свои игры на Mirage. Но на Нике обязательно сможет реабилитироваться. Что же касательно Ферра и Фелбса. Да, Ферре я не сомневаюсь. На Нике, наверное, тут стоит сказать, что Mirage просто не пошел. И зачастую Феру приходилось саппортить на базе B, где, в общем-то, Така не делал ни одного минуса. И вот Фелбс, про Фелбса мы с вами уже говорили в предматчевом аналитике. Да и я лично считаю, что он Mirage Mibor не нужен. То есть этот игрок, он не подходит им. Очень часто проваливает опорником, будучи на Аплэнте. И вот это все дело, конечно же, отражается на счете. Друзья, я думаю, что очень скоро мы уже будем уходить на небольшую паузу. Все-таки следующей картой будет у нас Denuk. Это будет уже пик команды Team Liquid. Так что далеко не расходимся и не переключаем.